Приветствую вас, я прочитал ваш текст, давайте попробуем его разобрать. Начать мне бы хотелось с того, что вообще определиться с вашими желаниями. Вот вы сами хотите чего вообще в жизни, я не говорю про семью, про мужчину, вы сами чего хотите для себя, это первое. Второе, у меня есть такое ощущение, что своего мужа, своего мужчину вы пытаетесь поменять, ну то есть переделать. То есть в отношениях вы выступаете своего рода в родительской позиции и может быть даже в позиции преследователя. Позиция преследователя раскрывается через треугольник Карпмана, посмотрите пожалуйста на интернете, вот, об этом. Или треугольник судьбы, как он называется, ну лучше треугольник Карпмана. Это поможет вам понять, в какой ситуации вы находитесь. Дальше. Ссор. Ссора сама по себе, это тоже определенная модель поведения, именно ссоры. Именно ссоры, это, понимаете, подсознательное стремление к отдалению друг от друга. Есть такая психологическая игра, она называется «Скандал». Вы можете почитать о ней также в интернете. Вот. Там есть и другие игры супружеские. Вот. Они достаточно просты для понимания. Но суть заключается в том, что, в данном случае, игра «Скандал» преследует цель избежать близости. Избежать эмоциональной и, собственно говоря, духовной, иногда даже и интимной близости. И, вы знаете, вы можете не согласиться со мной в том, что я говорю, ну потому что я анализирую столько, что вы написали. Но вы пытаетесь как бы своему мужчину, я уже об этом говорил, переделать. Да? То есть вы хотели бы, чтобы он был другим. И когда человек пытается переделать другого, под свои взгляды, под свои потребности, например. Тем самым человек пытается раствориться в другом. То есть это механизм слияния. То есть я тебя не принимаю таким, какой ты есть. Вы своего мужчины не принимаете таким, какой он есть. Сейчас, на данный момент. Я хочу, чтобы ты был другим, тогда я тебя приму, я в тебе растворюсь. Проблем в том, что вы хотите переделать мужа под свои потребности, под свои желания, под свои взгляды. Это будет уже не ваш муж, это будет уже не партнер. Это будет уже, собственно говоря, в треугольнике Карпмана, это будет жертва. Вы будете дираном, а мужчина будет жертва. Пока вы преследователь, ну, преследователь, тиран, в треугольнике Карпмана, это, в принципе, одно и то же. Но лично я различаю эти вещи. То есть преследователь, это на более ранних этапах отношений. А тиран, это, в принципе, уже на более поздних этапах. Вот. И подобная попытка подчинить человека своей воле, она ведь не ведет к близости. Она ведет именно к растворению. Именно к безопасности. Вашей безопасности. То есть, любая тирания, любое преследование, это стремление к безопасности. И любое стремление к безопасности вашей. Это вы стремитесь к безопасности через своего мужа. Возникает вопрос только, но разве муж несет ответственность за то, чтобы вы чувствовали себя в безопасности? И, как правило, подобное поведение возникает из-за того, что человек, не обязательно вы и не обязательно все, что я перечислю. Но причина в том, что, а, человек не уверен в себе, б, пытается кому-то что-то доказать, как правило, родителям или другим значимым фигурам через партнера. В, значит, боится остаться один. Г, не чувствует себя значимым. То есть, сам по себе человек себя значимым не чувствует. Вот это такие общие причины, по которым может быть такое поведение. По крайней мере, так это раскрывается в, значит, психологической науке, ну, психологической теории. Вот. На практике, понятно, есть ряд нюансов. На практике, понятно, что есть определенные тонкости, поправки, корректировки, но, тем не менее. У вас есть потребность к тому, чтобы муж ваш вёл себя по-другому. У вас есть потребность к этому. И, понимаете, здесь возникает, к примеру, конфликт. Конфликт. Противоречие. То есть, с одной стороны, вам нужен мужчина. Да? Ну, я, конечно, не знаю, может быть, его вообще целыми днями не бывало. Вот. Я не знаю. Конечно, если его не бывает целыми днями, вы вообще не проводите мне все время. Это одно. Это, конечно, не нормально. Безусловно. Но в этом случае возникает вопрос. А почему мужчина не тянет домой? Почему мужчина хочет проводить время где угодно, кроме того, кроме того, как с вами? И здесь, конечно, нужно анализировать ваше поведение. Тем более, что после свадьбы прошло всего лишь полгода. Чтобы снять так много времени. Ну, вот. Здесь, мне думается, вот нужно все-таки, ну, как-то вот на этом заострить ваше внимание. Да? Потому что это важно. То есть, у мужчины нет стимула быть с вами. У мужчины нет стимула быть дома. Почему? Ну, а? Вот. Опять же, вы с ним встречались до замужества. Вы с ним общались до замужества. Наверное, вы видели, какой он. Наверное, вы видели, что с ним происходит. Наверное, вы знали. И все равно его выбрали. Что это? Либо надеяться на то, что он изменится. Если так, то это наивность. Потому что люди не меняются. Вот. Либо что-то еще. Ну, вряд ли простая наивность. Потому что... Не, ну, то есть... Наивность принято считать отдельным каким-то качеством, да? Но на самом деле нет. На самом деле нет. Наивности всегда что-то стоит. Вот. Если же мужчина проводит с вами все-таки время какое-то, то получается, что вам этого не достаточно. Получается, что вам мало. И уже вопрос опять же стоит о том, чего хотите вы. И как это связывается с мужчиной. То есть, может ли он вам дать то, что вы хотите? Знаете? И вообще... Ну... Как вы пришли к браку? Что вы вкладывали? В брак. Ну, в понятие брак. Что он вкладывал... Вкладывал. В это. Западает ли у вас представление о браке? Потому что пока... Пока... Пока нет. Пока не получается. Чтобы совпадал. Эээ... Именно вам. Именно вам. Вот вы говорите, что ссоримся постоянно из-за того, что муж живет своей жизнью. Вы пишите, ссоримся. Это не совсем правильно. Вы не ссоритесь. Эээ... Ну, в классическом понимании этого слова, да? Вы не ссоритесь. Оба. Оба нет. Вы ссоритесь с каждой по-своему. То есть, каждый ссорится. С другим. Да? Это... Происходит именно вот так. И вам. Вам. Если вы. Хотите. Сохранить отношения, да? Вам нужно взять. Ответственность. На себя. За то, что вы. Именно вы. Ссоритесь. Эээ... С мужчиной. Сами. То есть, вам. Нужно. Нужно. Как бы спросить. Себя. Вот я ссорюсь. Да? Я ссорюсь. Эээ... Зачем? Я ссорюсь. 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 поможет вам перестать в софт. И перейти от сообщений ты, от, ну, использования в речи местоимений ты, к местоимениям я. То есть, не ты виноват, да, в том, что, ну, в том, что случилось, в том, что произошло, в том, что, там, я чувствую, например, и так далее. Не ты виноват, не ты. Виноват не ты. Я. Даже не виноват, это, м-м, неправильная постановка вопроса. Вот. Даже дело не в вине здесь. Дело в том, кто ответственен. То есть, кто за что ответственен. Понимаете? Ой, какая история. Вот. А вам, 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 самой, да, ну, желательно быть ответственной все же за себя. Самой. Потому что это соответствует поведению взрослого человека. Вот. И мужчина ваш, увидя такую позицию, у него тоже не останется выбора, кроме как брать на себя ответственность. Поэтому ссоры здесь, это ваша индивидуальная, раздельная ответственность за то, что вы делаете. Далее. У вас, получается, в своей жизни нет. Ну, получается, так. То есть, вы считаете, что мужчина в семье, да, в своей жизни, ну, жить либо не должен, либо не может, не может. Вот. Понимаете, какая история? Это может быть и так. Может быть. Но для того, чтобы это было так, для того, чтобы это реально было так, нужно, чтобы мужчина, да, как минимум, вот как минимум, да, с вами согласился в этом. То есть, если человек с вами не согласен с том, что, ну, вот, это должно быть так. То есть, если он не согласен с тем, что у него не должно быть в своей личной жизни, то вам, при условии, что вы любите его, при условии, что вы цените его, там, дорожите ему, прочее, 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 вам нужно, ну, собственно говоря, наверное, его принять, потому что это его выбор, и это то, что, в общем-то, делает его счастливым. То есть, если вы его не принимаете, то вы, получается, не хотите, чтобы он был счастлив. То есть, знаете, понимаете, какая история. А это уже, собственно говоря, вопрос такой, да, вот, вопрос того, что вы хотите для себя. То есть, вы выходили замуж за человека для себя или для него? Вот какой вопрос возникает у меня, ну, исходя из того, что вы написали, да? Дальше идём. Значит, эм, так. Мужчина, эм, вот, судя по количеству дел, избегает с вами близости. С одной стороны, но, с другой стороны, вы пишите, что, мне кажется, семья ему не нужна. То есть, если для вас семья, это вот, эм, ну, уделение ей внимания, семье, то есть, если для вас это так, что история здесь, или, можно сказать, лучше, тонкость здесь в том, что нужно было изначально с мужчиной договариваться тогда, кто и как видит семью. То есть, вопрос заключается в том, что обещал вам, эм, значит, человек. Обещал ли вам, эм, вот, ну, мужчина что-нибудь такое? Понимаете, да? То есть, обещал ли он вам, что будет, там, с вами, например, и эм, так далее. Вот. Или он не обещал вам этого? То есть, меня это интересует, вот, эм, именно данный аспект. О чем вы договаривались? Был ли, был ли у вас договор? Понимаете? С ним. На эту тему. Как вообще, эм, вы понимаете семью, да? И как он понимает семью? Ну, такая история. Такая история. Ну, должна быть по-хорошему. Дальше. На вопрос, почему он так будет спать, он отвечает, что пока он молодой, ему хочется попробовать, что он попробовать, работа у него тяжелая, что без спорта он так будет изогнется. А вы считаете, что это должно быть по-другому? Вы считаете, что, ну, он обманывает, говорит неправду или как? Я сама занимаюсь спортом три раза в неделю, но работаю с девяти до восемнадцати. Ну, это, собственно говоря, это ваше право. А у него есть свой взгляд, свое видение. Вы считаете, что должно быть по-другому? Вот. Дальше. Моих упреков он не понимает. Ну, а вы считаете себя, вы считаете себя вправе упрекать его, его? Вот вы считаете, что можете его упрекать, а за что? За что? За что вы его упрекаете? Опять же. Знаете? Какой момент? Вот. Вы считаете, что вы его упрекаете за что конкретно? За то, что он не делает так, как хочется вам, например. Да, он не делает так, как хочется вам. Это, в общем, это правда. А он должен делать так, как хочется вам. Ну, вот. По вашему мнению, он должен делать так, как вы хотите? Понимаете? Если да, то почему он должен делать так, как вы хотите? То есть, понимаете, какая история? Это же выбор человека. Это сознательный выбор. Либо делать, либо нет. А вот получается такая история, что он, ну, я не знаю, чуть ли не обязан, прям, вот, делать так, как вы считаете. Это, ну, это не совсем, не совсем продуктивная позиция, я бы так сказал. То есть, вы, если, как бы, поженились, да, если вы поженились, то вы, соответственно, приняли его, вот, ну, приняли его таким, как он есть, опять же говорю. То есть, понимаете, для успешных отношений, для успешных отношений необходимо, чтобы вы принимали своего партнера, безусловно. Если этого не происходит, то действительно нет шансов, что у вас, ну, что-то получится. Но проблема в том, что данный, данный триггер, данный триггер, вот, то есть, вот, именно триггер, то есть, требование определенное, чего-то от мужчины и так далее. Данный триггер, он, проявит себя, он, ну, точнее, он может проявить себя и с другими мужчинами, знаете, не только с вашим, но и с другими мужчинами тоже. Знаете, какая, какая история. Поэтому, я не думаю, что, если, например, у вас не получатся эти отношения, то в других отношениях станет лучше. Скорее всего, не станет лучше. Дальше идем. Так, изменится, когда появятся дети. Нет, нет. Понимаете, мужчина не изменится, когда появятся дети, потому что его желания, они никуда не уйдут. И если у него сейчас нет стимула быть с вами, если он сейчас с вами быть не хочет, то не появится стимула у него к тому, чтобы больше проводить время в семье после рождения детей. Наоборот, наоборот, ситуация будет складываться так, что мужчина, значит, ну, скорее всего, еще дальше от вас отдалится, к сожалению. Ну, так, по крайней мере, свидетельствует опыт. Об этом свидетельствует опыт. Вот. Это то, что касается данного аспекта. То есть, эти надежды, подобные, подобные надежды, их лучше оставить, их лучше не питать. Вообще. Дальше. Значит, по касается ему делать дома, он не понимает. Говорит, что я несправедлива, ведь он не пьет, не изменяет. Ну, это правда. Это правда, он не пьет, не изменяет, он просто занимается своим развитием, своими делами. Вот. И с этой точки зрения, он, ну, в общем, он действительно прав. Вот. Действительно, вы несправедливы здесь к нему. Ну, с этой точки зрения только. Вы не понимаете? Вот. На мой взгляд, это нужно обязательно учитывать, что именно, именно только с этой точки зрения. То есть, именно с точки зрения того, что, ну, мужчина не пьет, не курит, там, и так далее. Но, с этой точки зрения, ваши отношения, они построены на не совсем понятных основаниях, на мой взгляд. То есть, вот, вам, вам, коллега уже задавал этот вопрос, что общего между вами? Что вас объединяет? Почему мужчина должен быть с вами вместо? Именно такой вопрос. Почему мужчина должен быть с вами? Вам, ну, скорее всего, этот вопрос будет неприятен, но, тем не менее. Дальше. Как себя вести? Ну, вот, задаете вы вопрос. Как себя вести? Вопрос не совсем корректный. Как себя вести, чтобы что? Вот ключевой момент. Что вы хотите? По итогу. Вы по итогу чего хотите? Если вы хотите, чтобы мужчина был с вами, да, но если вы хотите семью, это немножечко другое. Вот. Если вы испытываете, значит, некую тревогу из-за того, что мужчина слишком много внимания уделяет своей жизни, ну, своей жизни, как вы говорите. Это встречи. Понимаете? То есть, нужно вот определиться с этими моментами, что вы хотите. И уже исходя из этого, исходя именно из этого, что-то делать. Нет, эти отношения не обречены на провал, они обречены на провал только в том случае, если вы будете продолжать действовать вот в таком ключе, то есть требовать от мужчины чего-то, постараться, значит, принудить его к чему-то. Вот в этом случае, да. В этом случае, скорее всего, даже отношения обречены на провал. Если же вы будете стремиться к самостоятельной ценности, если вы не будете на него давить, и если при этом будете стимулировать его к тому, чтобы он был с вами, да, то есть, ну, обратите внимание на его желания, на его потребности, на его предпочтения, вкусы. Вот, и будете стараться делать так, чтобы ему было хорошо с вами. Именно хорошо. Что в таком случае отношения ваши вполне можно сохранить. Но для полноты картины, для полной картины того, что происходит, желательно, конечно, пообщаться более с приватным. И разобраться с тем, как же вы выбрали своего мужчину, да. То есть, вести себя сейчас нужно спокойно, значит, отстраненно и более ориентированно именно на себя. На себя саму. То есть, больше делать для себя. Хочет мужчина жить своей жизнью, пусть живет, это его желание. Насильно его не надо ломать. Это только отдалить. Вот. С одной стороны, вам нужно продвигаться в сторону понимания того, для чего лично это вам нужно. То есть, почему вы этого так хотите, чтобы он больше проводил времени с вами. Вот. И, соответственно, желательно, вот, отграничить то, что вы хотите для себя и то, что вы хотите для него, да. То есть, если вам вообще внимания не уделяется вообще никакое, то это одно. Ну, если вам внимание какое-то уделяется, но оно вас не устраивает, это немножко другое. Понимаете? Вот. Так что, мне думается, что вам можно именно так ответить на ваши вопросы. Точнее. Точнее. Ссориться лучше перестать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. В сорах, в сорах имеет смысл использовать именно я сообщение. То есть, не ты сообщение, а я сообщение. И, то есть, говорить о том, чего хотите вы, что нужно вам, да. Вот. То есть, не ставить вопрос, типа, что ты должен проводить там больше времени, ну, с семьей, да. Вот так вопрос ставить, наверное, не нужно. А просто, что хочется, что хочется, именно вам, вот лично вы, с чего хотите. И вот, уже исходя из этого, будете посмотреть, как мужчина реагирует на ваши какие-то, значит, просьбы, на ваши желания. И если он не реагирует вообще, то, соответственно, здесь нужно уже смотреть. Да, любит ли вас этот мужчина, какой у него стимул, а может быть ему что-то мешает. То есть, разобраться, разобраться, ну, ну, вот. Не пороть горячку, да, то, что сразу развестись, это вы всегда успеете сделать. Развестись всегда успеете. Ну, вот. Это не проблема. А вот именно, что драться отношения сохранить, это куда более важный момент на самом деле. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне эти вопросы в личку, я буду рад ответить на них. Ну, если что-то непонятно, если какие-то моменты я упустил, вот. Спрашивайте, не стесняйтесь, на все отвечу, все расскажу. Я желаю вам всего самого доброго и буду благодарен, если вы сделаете лучшим мой ответ.